Стартует первые четверть финала играет Ukraine Star против Крида, Крид появляется как синий террин снизу, Ukraine Star появляется как красный зерк сверху, первая карта у нас будет Daybreak, играют они Best of 3, то есть до двух побед, минимум две игры, максимум три, все зависит конечно же Сможет ли кто-то доказать, что он играет на голову лучше, сможет ли выиграть две игры подряд Наверняка конечно Ukraine Star будет играть через быструю базу и вполне возможно что Крид также будет стараться играть как можно сильнее в экономику По крайней мере все-таки заказывает себе командный центр, не строит себе сразу же, ой прошу прощения, прошу прощения, я хотел сказать, что не строит себе командный центр, снизу заказывает себе барак и в итоге поспешил, людей насмешил, бывает такое, знаете когда вы пытаетесь сказать какую-то фразу, думаете о кончании фразы и в итоге не вовремя говорите Вместо барака сказал командник, молодец Поехала Хэщери от Ukraine Star, ждем теперь команда центра от Крида Газа пока что нет, копятся ресурсы, их уже 300 есть Но в начале конечно же будет строиться орбитальная станция, как видите больше СВ-шки даже не заказывается Хотя можно было попробовать построить еще одну Да, появляется барак, заказывается сразу же моментально СВ-шки заказывается еще плюс один морпех И надо уже ехать с СВ-шкой, надо уже ехать строить командник, 355 минералов Крида выезжает слишком поздно, в итоге когда он приедет, минерал будет чуть забогато Да, можно заказывать еще одного морпеха благодаря этому При заказе СВ-шку морпеха не строит, ну тогда суплай хотя бы закажи Нет, добавляется плюс два газа А лимит-то близок к максимальному Суплай нужен Мне кажется все-таки вместо столь быстрых двух газов Надо было добавить себе суплай до по А потом уже добавлять газилки Приятная СВ-шка чекает, что там на мэне у зерга видит, что газа до сих пор нет Это стандартно Конечно же там мог быть газ, конечно же там мог быть пуш Опять-таки бейлинги или тараканы Что-нибудь такое И вот сказывается суплай-блок СВ-шки пока что застроиться не могут Зато газа много, зато уже можно заказывать себе факторку Что, собственно говоря, Крит и делает То есть он специально, как мы с вами понимаем Старался как можно быстрее выйти в фэкторе Из-за этого пожертвовал Одним рабочим А если при очереди того, что он заказывал себе слишком рано Робитальную станцию То считайте двумя На два рабочих сейчас могло быть больше Ставится пауза Два рабочих, это много или мало? Когда у вас 18 СВ и часть рабочих занята подстройкой зданий Посмотрите, сейчас там строится одновременно бункер И строится фэктори То есть работает всего лишь 16 рабочих Мне кажется, два рабочих в такой ситуации это достаточно серьезно Я лично предпочитал бы построить именно их Но с другой стороны, если вы очень спешите с постройкой фэктори Если вы очень спешите сделать гелионов как можно быстрее Мы с вами помним знаменитые заезды Что, военкомат? Это Троллингтон, я так понимаю Мы все помним заезды гелионами Хэппи Хэппи тоже старался их отстраивать как можно быстрее И это приносило плоды Очень часто его 4 гелиона Просто-напросто заставляли зерга сдаться Сжигали мы настолько много дронов Что зерга даже не видел смысла продолжать дальше В экране старт тем не время он отстраивает себе Третью и четвертую королеву Считайте, что стенка против гелионов уже будет Все, что нужно сделать, это построить себе Эволюшн, Роач, Варон Может быть Санкин И заткнуть проход двумя квинами Дополнительные королевы раскидывают криптубры Тем временем заказываются первые 2 гелиона И добавляется очень ранний Старпорт Добавляется от Эклаба Поскольку 2 газа, ну понятное дело, что это большинство с эвизом Ведь 200 газа уже собрано А Старпорт еще только строится Хватит газа и на Энвиз, и на Банше Хватит ли только микро воспользоваться И Крэстар тем временем добавляет себе плюс 2 газа Добавляет себе третью базу Вообще-то все пока что стандартно Ай-яй-яй, зернг пытается пробежать Но вообще-то нужно было двумя зернгами пробегать Один погибал бы на бункере Второй тем временем пробегал бы дальше Пытался бы посмотреть, что там есть Ну или попробовал бы разменяться, например На какую-то СВ-шку Выехали 2 гелиона Я пока что не вижу никакой стенки У Украин Стара Зато я вижу, появляется пятая королева Да, королев уже очень много Продолжает раскидываться криптуморы И посмотрите Раз, два, три, четыре тумора уже стоит Можно будет ставить Да уже можно сейчас ставить Пятый, шестой И в таком количестве Если Украин Стар, конечно, будет следить внимательно И будет пропрыгивать вперед сразу же Как только заряжается тумор Заполнить карицу слизью можно буквально за минуту Так, шесть, семь То есть в пятнадцатом минуте слизь уже может быть Теоретически вот здесь Соответственно, вот здесь Вот здесь То есть зерк может ее распространить Очень и очень быстро Остарается апгрейд на скорость передвижения зерка Добавляется две эволюционные камеры А где же лейер? Лейера-то до сих пор нет Появляется третья база Но на ней пока что только один рабочий Гелиона пытается выехать вперед Убить криптумор Королевы против Ну, тем более, сейчас убивать криптумора При таком количестве королев По большей части даже бессмысленно Нужно стараться убивать рабочих Прилетает Банши на Базу номер три Тут уже стартует Спорка Это как-то поздновато Спорку надо построить заранее Банши включает виз Минус королева Минус спорка Минус дроны Дронов страдает все больше, больше, больше Хотя на самом деле Погибло пока что всего-нассивой Двое Ну, если считать спорку То трое Пробегают зельги Понятное дело, что без апгрейда на скорость Они тут ничего сделать не могут Ну и в таком маленьком количестве Подходят еще и королевы Крит очень радуется Крит очень радуется этим куквинам Они даже не используют возможность Лечить друг друга Хотя есть сто энергии Практически сто энергии Увотной Минус одна королева Минус вторая Минус третья Хотя по факту это уже четвертая королева падает Зельги уничтожены гелионами И судя по всему Икринстар теряет базу номер три Она все еще стоит У него есть Тысяча хитпоинтов Но пока что Абсолютно непонятно Как он собирается Ее спасать Чем он собирается ее спасать Да, появляется конечно зельги Появляется их все больше Больше, больше, больше Но гелионы стоят очень хорошо И Хоть и зельги добивают гелионов Правда с ужасными Разменами Две баньши Пока что Чувствуют себя Ну Просто неуязвимыми Приходит еще одна королева У хэтчери остается 100 хитпоинтов 50 12 И минус хэтчери Третья база уничтожена Зерг теряет Очень и очень Много Потеря у него 2200 У терна К примеру Потеря всего лишь 1100 При этом Погибло очень много Зерников А значит не строились дроны Хотя дронов все равно 60 штук Но Для двух баз Дронов Чур-чур много Нужна третья нычка Конечно же моментально Зерг Но пока она отстроится Целых 100 секунд 100 секунд У терна уже появляется Третий командный центр Делается Орбитальная станция Ой-ой-ой Зернинги забегают На натуральную базу И встречает его Крид Отлично кстати говоря Встречает Банши заставляют Отступать Зернингов назад Они выбегают В узком пространстве Прямо на 4 гелионов Посмотрите 8 10 киллсов Зарабатывают сразу же гелионы Ну и плюс Банши Плюс Банши Тоже забивает Несколько Зергушат Банши тем временем Копится Их уже готово 4 штучки Это серьезная сила Они уже С двух выстрелов Могут убивать королев Игренстар Ставит себе Базу номер 4 Крид ее замечает Вылетает вперед Банши Езает пока что Скан для того Чтобы выбить Как можно больше Криптуморов У зерга появляется Наконец-то лейр Заказывается Инфестейшн пид Но слишком поздно Так Ну Столби Че А как Игренстар Видит Банши Они же в инвизе сейчас Я не видел Ни спорок Не видел Аверсирова Только сейчас построился Видимо У какой-то Из Банши Закончилась энергия Благодаря этому Ее перехватили Наконец-то Крендстар Начал лечить Своих Королев Ну а Крид Подгоняет Гиллионов И при помощи Гиллионов Отстроилась Еще одна Банши То есть Опять-таки Их суммарно 4 Королев Он убьет Очень быстро Крендстар В свою очередь Зерлингов Ну Мы сами понимаем Что Зерлинги Против Гиллионов Не самая лучшая Идея Строить Выгрызается Терн Убивает Одну, вторую Третью Королеву Зерлинга забегает Гиллион тут же Отъезжает в сторону Слишком поздно Теряется Где-то половина Гиллионов Оставшаяся часть Делает несколько Удачных залпов Зерлинга становится Все меньше 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 Но это собственно Не важно Самое главное Что убитый Королев Королев нет Нет и четвертой базы Грендстар В принципе радуется Что у него хотя бы Третья работает Правда Банше Сейчас скорее всего Пролетят именно в эту сторону Криду имеет смысл Подстроить еще Несколько Гиллионов Ну хотя бы штучки Четыре Чтобы Помогли убить Квину здесь Банше залетает На базу номер четыре Тут Спорка еще не достроилась Можно было бы атаковать Но как мы видим Крид пока что занят тем Что отбивает Свою базу номер три Да у Терна Третья база уже тоже есть Он начинает добавлять Себе танчики Ох Банше залетает Но опасно как-то Атакует Спорка Есть королева Да Из-за этого Теряется две Банше Зря сюда залетать Сейчас Крид надо было Наверное вот здесь Зависнуть Убить несколько дронов Сколько убил дронов Всего-назвего Три штучки Две Банше Трех дронов Явно не строили Ну что поделаешь Бывает У Терна в те времена Готовы апгрейды 1-1 Заказываться Второй апгрейд на атаку Можно делать второй апгрейд На технику Второй апгрейд на защиту Я имел ввиду Постраивается Четвертая Фэктори При наличии Трех баз В принципе Можно было Заказать Еще несколько факторок Банше залетает На башню Золнага Убивает Одну королеву Убивает вторую Кстати говоря Очень дохлая Банше У него осталось 14 хитпоинтов Почему Кринстар не пытается Отфокусить Не ясно Умирает Сара королева Умирает Третья королева Гиллионы Заезжает Рабочую Ой какой ужас Вы смотрите Сколько Сгорело Юнитов Зерга Сгорело Нереальное количество Зерлингов Сгорели Практически все Дроны На базе Номер 3 Появляется Инфестор Инфесторов Тоже пытаются Выбить Но она не успевает Кинуть Один микос Второй микос Третий микос Гиллионы Все еще живут Гиллионы Все еще Наносят Дэмэдж И Кринстар Пытается Все таки Достроить Свою базу Номер 4 И у него Ничего не получается Потери Зерга Все равно Слишком уж Велики Он теряет 7700 ресурсов В то время Как терра Потерял 4200 Очень опасно Сейчас спускались Инфесторов Мне кажется Их можно было Перехватить Добивает Четвертую базу Крит Отступает Назад Все еще Остается Три базы Против трех баз Но на этот раз Он убил уже 26 рабочих Гиллион Посмотрите У него всего лишь 5 хитпоинтов Он успевает Сделать несколько залпов И успевает Убить еще Двух рабочих Хотя мог бы Убить Больше Если бы Крит Заметил Если бы он Хоть немножко Поконтролировал Этого Гиллиона Он бы убил бы Я думаю Рабочих 5-6 Но не важно Не важно Самое главное Уже было сделано Крит заказывает Себе базу Номер 4 Хотя может быть Это защитный Домик будет Планетарная крепость Добавляется на всякий случай Сенсорная вышка Дома отстраивается Еще плюс 2 фэктори И тут Тоже строится Сенсорная вышка 4 танка 5 баньши 7 гиллионов Я не знаю Как будет Отбивать Украинстар Вроде как У него появились инфестры Вроде инфестров Уже очень много Сканит Свой соперника Крит Видит что тут 13 инфестров Но не боится Просто передвигается Все дальше 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 От склада Со шахматом Порядки танки Это очень правильно Зерк нападает Тут же сливает Большую часть Своих зеренков Успевает кинуть Микос На целых 2 гиллиона Но посмотрите Если он пойдет дальше То залпы от танков Начнут получать Именно инфестры А терять их Ну нельзя Просто нельзя Если он отдаст их За каких-то несчастных 7 гиллионов То можно смело выходить За то это временем Украинстар Отстроил себе Роч Ой прошу прощения Роч варен Ультралис каверн Сделал себе апгрейды 2-2 Для зеренков Ну для ультралисков Вот только всего-навсего 6 газилок И большое количество Инфестров Не дают ему Конечно же Перейти по нормальному Ультралисков Заказывается всего-навсего 1 ультрал У Терна В то время Уже ставится База номер 4 Она уже приземлилась Уже можно делать Планетарную крепость Нападает зерк С двух сторон Вот это хорошая идея Накидывается Зараженные пехотинцы Крин теряет Все свои наземные войска Но остается еще больше Правда теряется Одна, вторая Еле-еле Выживает Третья А где еще пятая Пятая нет Все-таки 3 банч потерял Только что Крин По-хорошему Надо было наверное Сделать Апгрейд на закопочку Надо было вначале Прокопаться Инфестрам Накидать Зараженные пехотинцы А потом нападать С двух сторон Так были бы Потери у зерга Еще меньше Банч не улетает далеко И это плохая идея была Подходят к ним инфестры Кидается микоз Тут же минус 1 банч Накидывается 3 зараженные пехотинцы Еще один микоз И последний банч падает В принципе здесь Крин сыграл плохо Ему надо было Либо перегруппироваться Либо Добавить Дотекание Добавил бы дотекание Глядишь Украин стар После этого пуша Написал бы Гуд гейм А так подстрадался У нас всего один инфестр То есть Вот это Первый бой В котором Зерк разменялся Для себя в плюс И тем не менее Все равно потеря у него 12 тысяч Против 7 Все равно Икраин стар Проигрывает Ну ладно Не так много Тут 7500 Проигрывает Он только 4000 Я уже начал Выдумывать Что он проигрывает 5000 А ведь экономика равная Терен благодаря Мулан Зарабатывает Столько же Сколько И зерк Хотя Рабочих у него Вроде как на 4 меньше У Терена Появляется Уже Целых 16 танков Снова Отстраиваются Банше 3 штучки Есть Тор Есть Гелионы Которые будут Прикрывать танки И Поскольку там Появляются Ультралиски Мне кажется Танки даже Не нужно раскладывать Если раскладывать То там 2, 3, 4 В принципе Танки без СЕЧ-мода По ультралискам Наносят Дэмэджа Больше Крит контролировать Свою соперником Не дает Вроде как Поставить Шестую Халявную базу Зато Пятая Появляется Собираются Войска Терен забирает Абсолютно Все Что у него Было Остается Только один Танчик На базе Номер 3 Идет Вперед Я так понимаю Что раллипоинт Скорее всего Тоже меняют В ту сторону Нет Раллипоинт Стоит На базу Номер 4 Банше Собирает На себе Дэмэдж Получает Один Микоз Второй Третий Но Инфесторов Много Поэтому Стерп Может Раскидывать Микоз Сколько ему Захочется Убивает Одну Банше Вторая Накосывается Очень серьезно Успевает Разложиться Танки Разложиться Позиции Пошли вперед Ультралистки Одним залпом Снимаются Два ультрала Фактически Но ультралистки Идут дальше Их много Все-таки Накидывается Все больше Больше Зараженных Пехотинцев Устоит ли Терен Да Устоит Минус Все ультралы Приходит До текания Еще два Но И делать им тут Нечего Лучше убежать Очень хорошо Появил Появил Тут Крит Как мы видим Лимит У него 162 Против 120 Можно Продвигаться Дальше А самое главное Можно ехать Гелеоном И пытаться Убивать Рабочих Не нужно Для этого Забирать Все Гелеона Достаточно Взять Три штучки Да даже Два Гелеона Рабочих Будут убивать Сейчас Очень даже Быстро Очень даже Резво Отстраивая Своих Ультралисков Украинстар Крит Подводит До текания Вообще Надо было Раллипоинт Сюда поставить Ультралиски Побежали Вперед Минус 1 Минус 2 Минус 3 Четвертый Толкается Позади Инфесторов Инфесторы Не дают ему Дойти в бой Украинстар Пытается накидать Еще Несколько Сраженных Приходится Но они Тут Ничего Сделать Не могут И Я наверное Был не прав По поводу То что Не нужен Сейч мод Все нормально Получается И в сейч моде Пока Ультралиски Добегают Они получают Несколько Чрезвычайно Мощных Сталпов И рассыпаются 1-0 Пользу Крида Мы ждем Игру номер 2 Ну а пока Ждем У нас конечно же Реклама проигрывается Реклама Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас тут очень долго Не мог крит Никак не зайти в игру Ага Наконец-то Все он готов Можем стартовать Good luck Have fun Вторая карта... Вторая карта у нас будет Антиго Шипьярд Продолжение следует... 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 Суплай Депо и заставить Терна сдаться. Сегодня эта фишка уже прокатила один раз у поми. Я не знаю, выложу я тут видео или нет. Скорее всего нет, потому что она слишком короткая. Но она зато забавная. Может быть, выложу. Приехал, увидел, что газа нет. Понял, что это натуральная база. Но для этого, в общем-то, дроном ехать и не нужно было. Можно было оверлорда послать вначале сюда. Потом залететь по краешку. И смотреть. Ну ладно. Дрон катается у нас по патрулю. Пытается помешать строить команд-центр. Но появляется морпех. Понятное дело, что дроном приходится уезжать. Заказывается база. Но, правда, заказывается тогда, когда у Терна скопилось уже 500 минералов. Многовато. На этот раз Крид все-таки заказывает себе пораньше второй Суплай. А потом только добавляет газ. Окей. Чуть больше будет СВ-шек. По крайней мере, на одну. По сравнению с прошлой игрой. Ведь все-таки гелионы, ранние гелионы. Особо ничего страшного не сделали. Вот когда появилось баньши. Когда гелионов стало уже 7 штук. Вот тогда дамаж был нанесен очень хороший. Так что спешить особо с Фэктори не стоило. А рабочие же, конечно, помогают вам развиваться быстрее. Быстрее ставят себе дополнительные базы. Так что пренебрегать экономика не стоит. Так. СВ-шка, в свою очередь, палит, что там такого интересного из издерга. Показывает, что газа до сих пор нет. Появляются первые два Зерлинга. Пытаются убить СВ-шка. И, скорее всего, даже смогут это сделать. У него остается всего лишь 20 хитпоинтов. А Зерлинг-то передвигается быстрее. Чуть-чуть, но быстрее. У них скорость передвижения 2.95. У СВ-шки 2.81. Поэтому она получает один удар. Второй удар остается 10 хитпоинтов. А добежала она только до середины карты. Получает третий удар. Ну и, понятное дело, что спастись уже не получится. Игры старого у нас пока что клепают себе в основном только дронов, оверлордов до королевы. Уже отстраивается третья, четвертая. Крит заказывает себе вначале третий команда Центр. А потом только добавляет плюс 2 газа. Нормально. Прямо как Касс. Касс тоже очень любит отстроить себе 3 базы до 6 минуты. Посмотрим, получится ли у Крита выдерживать темп, получится ли ему играть как Кассов, клепая себе по команд-центру каждые 2 минуты. Вы представляете, да? Вы приходите к Терну, убиваете ему рабочих, убиваете ему войска. Он просто-напросто этого не замечает. Он строится, 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 строится и строится. Вы вроде там что-то воюете, что-то делаете, но у Терна 11 орбитальной станции, он накидывает 11 мулов одновременно. И есть у него рабочие, нет у него рабочих. Его как-то особо не волнует. Моропехи продолжают клепаться по 20 одновременно. Пока что карту контролирует зеркалу, он оставил одного зерлинга на башне золнага и вроде как видит, что никакие гелионы не выезжали, что бояться пока что нечего. Заказывать себе базу номер 3. Крит и время отстраивают себе стенку, добавляют фэктори, но как мы видим появляется Теклаба. Точно так же Теклаба отстраивается на бараке, заказывается стимпак. Отстраиваются плюс 2 инженерки. И Крит, судя по всему, первые 15 минут играет, будет очень пассивно. Но по крайней мере до тех пор, пока у него не появится хотя бы 4 барака, не появится старпорт, ну и 3-4 танка. До этих пор он просто-напросто атаковать не будет. В момент, когда у него это все появится, у зерга уже будут инфесторы. И опять-таки, атаковать надо будет очень и очень осторожно. Скорее всего, ставка Крида, это поставить себе третью базу и, в общем-то, сделать такую же экономику, как у зерга. А потом, доползти до центра, разложиться здесь и держать эту ключевую точку. Не давая зергу поставить базу номер 4. Саму, конечно, поставить здесь планетарную крепость. Залетает оверлорд, чекает, что ж такого интересного есть у Террена. Жертвует своей жизнью, но показывает, что есть третья орбиталка. Что заказывается вот только сейчас, плюс 2 барака. Что войск у Террена очень мало. Этим надо пользоваться. Надо заказывать себе хэтчери уже сейчас вот здесь. Ломать эти камешки. И, конечно же, переходить в инфесторов. UkraineStar играет свою собственную стратегию. Играет свой... Свой собственный StarCraft. Он заказывает себе одновременно апгрейд на скорость передвижения с зерингом. Апгрейд на атаку с зерингом. Хотя есть второй эволюшн. Можно было заказать себе апгрейд на защиту, но это не делается. Бейлинг Нест и только потом делается лэйр. Наконец-то заработала третья-четвертая газилка. Хотя они отстроены были некоторое время назад. Добавляется все больше и больше дронов. Добавлены были зеринги. Ну, вроде как, с одной стороны, их 15 штук. То есть добавлено, да. Но, с другой стороны... А что ты хочешь сделать этими 15 зерингами? Нападать? Бессмысленно. Тут есть один не единственный бункер, который уже гарантированно от них отобьется. Я уж не говорю про то, что есть дополнительные морпехи, что есть танк, есть эйч-мод. Ты хочешь выйти в бейлингов? Ты хочешь пробивать своего соперника бейлингами? Ну, так бейлингов надо уже сейчас строить. Зачем ты тогда заказывал себе лэйр? Зачем ты делал себе апгрейды 1-1? Очень много вопросов, конечно же, к терринстару, потому что... Мне пока что тяжело понять, на что он делает ставку. Если ты делаешь ставку на экономику, то, видя третий команда-центр, добавлять себе бейлинг-нест, а он тогда только строился, никакого смысла нет. Надо было, конечно же, его отменять. Надо было делать себе апгрейды 1-1, добавлять лэйр, выходить из инфестеров, без всяких бейлингов. Ну и не делать зерингов. Клепать себе одних только дронов, добавлять себе четвертую базу. Террин, как мы видим, 10-я минута даже не собирается нападать. Он передвигается немножко вперед, да. Он добавляет себе еще бункер, как видите. А бункер это, ну, явно не атака. Занимает базу номер 3. Добавляет себе викинга, отстраивает реактор, чтобы потом, может, производить под вами два к одновременно. Викинг просто-напросто будет выбивать оверлордов по карте, чтобы лишить зергоразведки. Ну и плюс будет сканить. Есть там скаутить, прошу прощения. Есть там база номер 4 или нет. Только сейчас ее заказывает Украин Стар. Где-то минуты так на 3 позже, чем я предлагал ему это сделать. На этом можно сделать такой простой вывод, что Украин Стар плохо ориентируется в разведке. Он сделал разведку, он все увидел. Но вывода с этого увиденного не сделал. Наклепал очень много зерлингов. Смотрите, их тут уже 67 штук. Только что погибло еще 15 штук. То есть их было порядка 80. И зачем 80 зерлингов на 12 минуте? Я не знаю. Ну, имеется в виду в данной игре, конечно же. Понятное дело, что если бы Террен нападал, а тебе бы зерлинги очень сильно пригодились. Но Террен же не нападает. И ты прекрасно знаешь о том, что он нападать не будет. Хорошо продвинулись вперед криптуморы. Захватили уже пол карты. Надо сломать обязательно здесь камешки. Падает первый оверлорд. Викинг наконец-то нашел себе жертву. Берется за второго овера уже. Выбивает сморпехи с башни Злонага. Хотя 3 пехотицы там, ну, явно зря стояли. Второго оверлорда теряет ее Крэнстар. Даже не пытается их защищать. Отстраивается у него Хайв. Отстрелился Спайр. Есть Инфестэшн Пит. Есть апгрейд на энергию Инфестера. Конечно же, как только появится Хайв, будет делаться Грэд Эрспайр. Пришли сюда 3 королевы. Что делать непонятно. Викинг принимается уже за четвертого оверлорда. Ну и Крэнстар. Ну, попытайся. Ну, хотя бы как-нибудь защитить своих оверов. Ну, неужели тебе не жалко этих няшных, медленных, кругленьких коровок? Ух ты! Я думаю, что 15 минут не будет нападать Крит. Ну, посмотрите. Сейчас только заканчивается 14 минута. 15 минут сейчас только не начнется. На минуту раньше нападает Крит. Деньги с бейлингами по центру. Разбивает морпехов. Разбивает танчики. Можно считать, что Украинстар разбился. Четвертая база выживает. И, как я говорил, слишком рано все-таки напал Крис. Тем более, ему нужно было не нападать. Ему нужно было блокировать центр. Это превыше всего. Разложиться здесь. Уничтожить криптуморы. И уж затем только потихонечку раскладывать танки из дотекания уже ниже на лоуграунде. И тогда уже можно было бы потихонечку пытаться выбивать базу номер 4 зерга. Ну, и, конечно, ставить свою четвертую. А так, получается, Террен у нас серьезно откинут назад. У него лимит 137. В то время, как у зерга лимит уже может быть 200. При желании. У Украинстара есть минералы. Есть газ. Он их просто не реализует. Потому что ждет возможности дела брудлордов. Вроде как и есть Гретер Спайр. Вроде как и есть Караптер. Я не знаю, почему он не заказывает брудлордов. Ну, почему он не делает лимит себе 200-200. Крит делает один передроб. Делает второй передроб. Ну, как видите, кругом уже есть пассивная защита. Есть санкин и есть спорки. Хотя здесь высаживаются морпехи очень даже неплохо. Бросается вперед. Фокусит хэтчери. Пытается выбить. Сносит уже треть хитпоинтов. Продолжая пострелять. Где подкрепление? Где Юкраинстарское войска? Прибегает зерги. У хэтчери остается 400 хитпоинтов. Но Крит ничего не теряет. Он успевает очень вовремя подходит из его морпеха. Отлететь назад. Дом у него достраивается от плюс 2 кома-центра. Увеличится количество бараков. Хорошо. То, что у тебя больше бараков, это, конечно, замечательно. Постраивается еще плюс 2 старпорта. То есть можно будет делать одновременно по 4, а то и в будущем по 6 викингов. Делается... Возвращается дропчик, но получает один микрос, получает второй микрос, третий. Ну, и отбит. Правда, нужно восстановить будет санкин. Еще один передроб. Еще один передроб и снова-таки через фокус фаер пытается уничтожить. Хэтчери у него остается половина хитпоинтов. Возвращается назад с зерненьки, добивает пехотинцев. Хэтчери выживает. Самое главное, что база живут. Самое главное, что рабочие могут добывать минералы. Потеря у Терна чуть выше, чем у Зерга. Для Зерга это замечательная ситуация. Вообще, если Зерг разменивается в 0, это уже хорошо для него. А если он разменивается в плюс, то это замечательно. Появляется у экран стара база номер 5, в то время как Крит все еще вынужден жить с 3. Минералы на мэне уже заканчиваются. Более того, скоро начнут заканчиваться еще и на натуральной базе. Восемнадцатом минуты игры. Закончено. Начинается девятнадцатая. Честно говоря, пока что непонятно, как Крит будет тащить эту игру. Он пытается что-то сделать своими передропами. Тут полетело аж 2 медовака сделать десант на третью базу Зерга. Но посмотрите, как много здесь защиты. Куча спорок. Куча санкинов. Есть рядышком королева, которого можно подлечить в принципе хэтчери. Здесь тоже. Спассивная оборона просто ужасающая. На одну базу стоит 9 санкинов и 3 спорки. Как тут дропаться? Летит дроп на мэйн. Но поскольку пролетает над криптумерами, Зерга это все легко просекает. Конечно же, подбегает своими Зергушатами. Конечно же, будет это все перехватывать. Не хватает только инфесторов, не хватает только микозов. Усаживается, 16 морпехов нападает. Здесь от дропа уже отбились. Ай-яй-яй. И крестора выбегает Зерга, замечает этот крит. Тут же спасает своих пехотистов, отлетает в сторону. Но то, что он не делает демеджи, это уже плохо. Зерг зарабатывает слишком много ресурсов. А, вот нашел вроде как слепое пятно. Но тут же перекапываются санки, тут же выбегает Зерлинги, подбегает Беллинг. Не высадится. Крит докопил лимит до 200, выдвигается в центр. Но, честно говоря, опять-таки, не нужно никуда нападать. Нужно вот здесь окопаться и стоять очень-очень осторожно, очень-очень аккуратно. Выбивать криптуморы. Быть чрезвычайно пассивным. Сейчас, конечно же, фаворитом является в этой игре Зерг. Пассаживаться в моропехе на мейн. Очень легко отбивается и Украин Стар. В это время Крит все-таки расположил свои войска по центру. Но там, тем временем, у Зерка появилось уже 13 брутлордов. И танки вроде как не сильно актуальны. Вылетают викинги вперед. Конечно же, им надо быть очень осторожными. Если они получают хотя бы один микоз, это считайте, что минус викинги. Украин Стар срывается, теряет начать всех своих брутлордов. Потом теряет всех своих зерлингов. Теперь очередь за инфестрами. Инфестры накидывают очень много пехотинцев, накидывают микозы. Но викинги все еще живы. Викинга 12 штук. Они убивают практически всех брутлордов. Брутлордов остается 5, 4, 3, 2. И Украин Стар теряет свои войска. Молодец Украин Стар. Очень классно напал. В кавычках. Очень классно он отдал вначале бэйлингов, потом зерлингов, потом инфестров, потом брутлордов. Все по очереди. Террен ему, я думаю, чрезвычайно благодарен. Рассчитывать на то, что сейчас выбьешь брутлордов, я думаю, Крит не рассчитывал. Скорее всего, это дело так. По традиции, по большей части. Потому что преимущество зерга было просто колоссальным. Но Украин Стар умудряются потерять на 5000 больше. Умудряются отдать центр своему сопернику. Единственное, что войска у Украин Стар отстраиваются куда быстрее, чем у Крида. Лимит у него снова 200. В то время как у Крида только 177. Танчика всего-насилы два. Поверяется еще два. Суммарных становится четыре. Но этого мало. Вылетают вперед караптеры. Очень много дэмэджа они отгребают от морпехов. Наконец-то подбегает зерга. Пользуется тем, что танков мало. Выбивает все больше и больше зерга. Подходит инфестры. Продобникозы пока что стесняются накидывать. Минус морпехи. Минус танки. Минус викинги. Зерг царит, в общем-то, в центре карты. У зерга работает пятая нычка. Терну, а четвертой базе остается только мечтать. Он начинает паровозиков давать ресурсы. Это, конечно же, не помогает. Тем более, что Украин Стар тут же перехватывает все ССВ. И это начало конца. Даже тот суперудачный размен по центру не спасает Крида. Он просто-напросто не может поставить дополнительную нычку. Это печально. Все, закончилась натуральная база. Даже у зерга закончилась натуральная база. Ведь он мулов не выкидывает. Судя по всему, нас сейчас ждет, в общем-то, GG от Крида. Он пока что не сдается. Он пока что надеется все-таки выбить центр и попробовать поставить свою базу номер 4. Как видим, тут прилетает команд-центр. Но заметил, что Украин Стар отсылает сразу же карательный отряд зерлингов. И, понятное дело, что орбитальная станция придется взлететь. Здесь сесть вообще не получается. Здесь уже слизь. И Крин Стар может смело ставить... Да почему смело должен? Обязан ставить себе сейчас шестую и седьмую базы. Ему уже нужны дополнительные ресурсы. Хотя по факту, все, что осталось ему сделать, это отбиться от последнего пуша терна. 65 морпехов, 7 танков, 16 викингов, 6 медоваков против 16 крапторов, 6 инфестров, 8 бейлингов, 9 брудлордов и 43 зерлингов. Плюс, конечно же, дотекание зерга. Терн забирает еще всех своих ресивишек. Выходит вперед. Очень неплохо нападает викинг и убивает одного брудлорда. Убивает второго. Получает микозы. Один, второй. Получает еще микозы. Но где прикрытие? Украин Стар подстраивает себе бейлингов. Их суммарно становится уже 20 штук. Тем не менее, Крит дошел до центра, раскладывает танки. Нельзя было этого допускать. Надо севишками вычинить сейчас обязательно всех викингов. Чтобы эти семикозы были зазря потраченными. Алло, чини, чини, чини. Ну, севишки уже у тебя стоят в любом случае. Не знаю, почему Крит не чинит свои войска. Но оставим это на его совести. Танки перераскладываются чуть в более выгодную позицию. Выбивает базу номер 5 Украин Стара. Украин Стара пока не решается нападать. Наконец-то начинает чинить ССВ. Вылетели вперед Крапторы. Получает все больше дамеджа от викингов, от морпехов. Наконец-то пошли вперед бейлинги. Взрывается в морпехов. Неплохо убивает половину где-то пехоты. Подходит инфестер. Кидает несколько микозов. Очень много микозов. Но убить морпеха не получается. Викинга становится совсем чуть-чуть. Всего-навсего 4. Морпехи идут вперед. Натыкаются еще на несколько бейлингов. И все-таки Терран был близок. Был близок. Но недостаточно, чтобы убить Зерга. Каких-то несчастных 5 брудлордов остается в живых из 13. Но Терран потерял все свои войска. Отстраивать новые он не может. Ресурсов больше нет. Лимит падает до 54. И Крид сдается. Несмотря на то, что очень эффективно сейчас сражался Крид. Несмотря на то, что потери Зерга на 5000 выше, чем потери Террана. Чуть-чуть Криду не хватило. Было бы, например, 2 Рейвена. Успели бы они поставить 2 Дефенс Дрона. Или 4 Дефенс Дрона. Мне кажется, все-таки Терран выиграл бы этот бой. Все-таки выбил бы дополнительную базу Зерга. И смог бы поставить свою базу номер 4. Но, увы, не получилось. Все-таки уничтоженный первый пуш слишком сильно ударил по Биллдорду и Терна. Ну что ж, бывает. Выходим из игры. Нас уже вроде как приглашают в третью. Да, действительно так. Но у нас все время не реклама. Еще раз рекламная пауза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Значит так надо быть посмелее Надо заказывать себе базу номер три сейчас Почему нет чем боятся Отводится со сторон к оверлот Он уже показал все, что нужно было Кринстар какие у тебя действия будут Он старается себе, пока что, просто двой �thро Заказывает себе еще плюс 2 зерлинга Переводит рабочих на натуральную базу Хотя у него двух рабочих не хватает Теперь на main Крусавчик есть еще без трети крис ставит себе третью базу зерга просто уже кричит террин ставь третью нычку я не буду нападать у меня нечем нападать у меня всего-навсего один пехотинец всего-навсего один барак нет газа нет стимпака нет гиллионов нечем банально нечем ну разве что могу собрать все свишки поехали к тебе и с одним морпехом прийти креста размышлял размышлял думал 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 и наконец ставит свою базу номер три потому что мог в теоретически поставить еще минуты две назад и это не было бы ошибкой по факту когда ты видишь 3 команд центр строчке ты можешь ставить себе даже четвертую базу нечего бояться просто-напросто нечего бояться гириона будет слишком поздно но это когда будет гилеона у тебя уже тараканы могут появиться ты спокойно отобьешься при помощи их а то что четвертая база будет стоять без рабочих это не беда главное что у тебя будет потенциал главное что у тебя будет хетчери когда тебе понадобится когда у тебя появится рабочих больше 60 они уже будут стоять они уже будут переводиться на готовую базу с другой стороны можно в таком случае заказать себе четвертую базу чего позже но если хочется можно заказать чуть пораньше появляется третья королева достраивается третья база экран снар понятное дело что клепает себе одних только дронов но пока что их все на всего на 5 больше чем осевишек я не знаю как как так у него получается что он только сейчас догнал зерга вот прошу прощения только сейчас зерга гнан терна по количеству рабочих но потихоньку начинают выходить уже вперед терн конечно же компенсирует этому лами мы видим скорость для добычи ресурсов у терна пока что лучше чем у зерга он добывает чуть больше минералов и добывал чуть больше газа сейчас зерк вроде как догоняет по количеству газа своего оппонента но у крита достраивается третья четвертая газилка так что по газу он снова будет впереди крит добавляет себе апгрейды на атаку на защиту делается стимпак добавляется еще плюс два барака суммарных становится три так у экран стара тем временем готова уже 51 рабочих еще девять ему нужно нужно будет четвертая база для следующих он гуляет себе двое в целом камеры окей факту четвертая база уже нужно потому как мало добывается газа сейчас у экран стара видите сюда нужно привести только трех рабочих и все остальные должны будут ехать на эту нычку и если бы четвертая хачери было если бы настояла уже сейчас она начинала приносить бы дополнительные доходы в принципе при такой пассивной игре отстраивать войска зергу пока что не нужно мне кажется я буду сказать свое свои мысли пока что о том что если вам терн выиграть эргом а терн предлагает 14 минут не сражаться зерк должен сказать да конечно же должен должен сказать большое спасибо терн если ты не хочешь сражаться 14 минут я себе за первые 10 делаю 90 рабочих я себе делаю 4 или 5 баз я качаю себе нереальное просто качестве количество минералов ну и делаю тир 3 сделать себе хайф делаю себе апгрейды делаю себе инфесторов делаю апгрейд на закопочку и потом когда ты уже начинаешь выходить центр осторожник выходить центр потому что ты боишься попасть никого на микозы начинаем стараться себе войска так как у меня будет 4 базы а то и 5 у меня будет понятное дело плюс 2 макро хачери у меня будет очень много инъекций у меня будет 30 плюсом личинок и войска я строю в момент представляете 30 личинок это за один заказ можно заказать себе 60 боевого лимита 30 тараканов соответственно поэтому почему и украинстар начинает строить войска прямо сейчас почему он опять-таки отстроил себе зерлингов зачем он строил себе тараканов мне не ясно нападать на террона он пока что не может вот сейчас стараться в третью базу теоретически можно будет попробовать напрячь и но более чем уверен что крит сейчас закажется несколько бункеров отстроить танки и конечно же сделать и сейч мод уже готовы первыми 2 ки так что на если зеркаль хочет нападать нужны бэйлинги конечно же заказываться первые два апгрейд на скорость ты делал нет обрена законы на скорость не заказан небольшой карательный отряд зерлингов бегает вперед их тут как мы видим 30 с небольшим штучек морпеха маловато морпехов тут они достаточно нормально за стимпатчери заставили зерлингов отбежать назад все дело сделано третья база стоит третья база добывает ресурсы достраиваться плюс два бункера зерлинги возвращается назад ничего не сделал пока что украинстар и опять-таки вопрос а зачем ты вообще делал войска зеркаль такая раса которые войска нужны для двух целей либо я сейчас нападаю либо я сейчас защищаюсь а в промежуточное состояние между вот этими нападая или защищаясь войска не нужны в эти промежуточные состояния нужны только дроны дронов клепаем дон стоп нам да есть еще третье состояние у меня уже и так слишком много дронов начинаю клепать войска но дрона пока что украинстарка мы видим недостаточно их меньше чем у терна из свишек а ведь у терна есть еще мулы открытие время заканчивать свои апгрейды 22 и доделается апгрейда технику очень важно апгрейд выходит вперед небольшим количеством переходимцев при помощи медваков конечно же их страху страхует занимает одну башню золонага вторую делает передроп 1 2 и кранстар наконец-то заказывает себе четвертую нычку красавчик как быстро целые 13 минут тебе понадобилось для того чтобы догадаться что можно поставить четвертую прилетает один дроп на мэйн видит его кранстар но войска очень далеко и даже не собираются возвращаться у экранстара появляется апгрейд на транспортировку он летит вперед морпехи могут бежать соответственно в атаку выносится база номер 4 можно нападать на базу номер 3 крит забывает бежать на мэн да вот наконец-то с ним патчется выбегает вперед но тут уже есть таракана тут уже есть хоть какая-то защита ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой небольшая часть войск играет стара сливается но крит сейчас видишь так ему будет высаживаться войска успевает переходить 1 1 верло до 2 нет не получается убив 2 высаживается бейлиги быстро уничтожает морпехов таркана добивает танки и дроп летит дальше дроп летит высаживаться прямо на голову терна утерна есть еще дополнительные войска есть бункер хватит для того чтобы устоять конечно же нужно еще дотекание бейлига больше нет по нет и посаживаться еще нескольких беликов это конечно не погибают тараканы нападают выбивает танк убивает бункер все больше больше морпеха страдает ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой неужели неужели крит не отобьется лимита у него все на себе 97 уеков и крестара лимит 194 дропы отбиты мы видим юкрин стар устоял все таки вот такого количества войска рано подстроенных сказалось все -таки кренстар нападает и выигрывает долго он копился отклипал себе еще посмотрите какое шикарное дотекание насколько много тараканов похоже что передропы крита сыграли сейчас против него если бы вот эти 24 морпеха были у него дома я думал перед роба бы отбился но к сожалению сожалению морпехов не было да не убили 4 базу на 4 база уже роли не играла тем более что он не было готова тем более что у зерга даже не было достаточного количества дронов чтобы оттуда добывать пытается как-то устоять крит пытается что-то сделать но не получается дотекание таракана приходит просто ужасающие уничтожено очень большое количество рабочих лимит терра нападает до 50 и наконец-то крит сдается сколько у тебя осталось сивишек все на всего 12 да даже отбиваясь от этих тараканов крит на самом деле проиграл игру потому что банально нечем было бы добывать ресурсы экран старт с учетом 2 1 выходит в полуфинал